уважаемые зрители дорогие друзья вы на канале главная тема народ я александр бобылев и сегодня на связи со студии политический и общественный деятель публицист максим шевченко максим леонардов сердечно тебя благодарю что регулярно уделяешь время аудитории главтема спасибо я тоже вас приветствую дорогие друзья ты знаешь я тут вспомнил покойного сергея даренко он мне как-то советовала если вдруг и когда я захочу в своей передаче с первых минут завладеть вниманием аудитории надо бы на этих самых первых минутах упомянуть тему смерти тогда сказал мне даренко первые пять минут безотрывного внимания тебе гарантированы а как-то им дальше распорядиться будет зависеть от тебя я предлагаю сегодня обсудить очень много серьезных вопросов внимание аудитории нам понадобится поэтому в интересах дела давай я процитирую одного восточного учителя вьетнамского монаха тит над хана когда вы смотрите на облако вы думаете что облако существует позже когда облако становится дождем вы больше не видите облако и говорите облака нет вы описываете облако как несуществующее но если посмотреть глубже то можно увидеть облако в дожде вот почему облако не может умереть облако может стать дождем снегом льдом но она не может превратиться в ничто вот почему понятие смерть не приложимо к реальности есть есть лишь преобразование есть поток но нельзя сказать что есть смерть ведь в вашем сознании смерть означает что вы были кем-то и внезапно стали никем так что понятие смерть неприложима к реальности облака или человека максим облака под названием россия пролилось грозовым дождем его больше не существует скажи пожалуйста когда она воссоздастся вновь каким она будет можешь предположить саш ну честно при все огромные симпатии к тебе дружеской не готов комментировать все эти азиатские софизмы поскольку они все очень хорошо звучат но по сути они совершенно не про смерть даренко имел ввиду раздавленную кошку выпуске новостей понимаешь а вовсе не философские рассуждения об облаке и дожде россия как и любая другая скажем так историко-политическая метафора а эта метафора она имеет сложную природу она в принципе не может умереть если имеет в себе устойчивое содержание если она опирается на миф на народ который на осознание народом самих себя как принадлежащих к этой метафоре то есть как русских например или при или там подвластных государству россия на исторический процесс поэтому она может трансформироваться вот советский союз при всей его могуществе мощи как выяснилось не имел серьезной опоры в народе держался только за счет идеологического симулякра который поддерживался страхом перед силовыми структурами когда силовые структуры перестали быть страшными а правящие элиты решили перестать быть советскими то выяснилось что народу пофигу советский он там или русский или украинский поэтому вопрос давай так азиатских мудрецов мы оставим азии я тоже за аутентичность хорошо согласен я думаю что надо отойти от этих политических романтических формул и просто обсуждать то что сейчас есть безусловно российская федерация как обрубок осколок и как говорится просто такой кусок советского союза недоделанный и он долгое время пыжился и гнил и разлагался примеряя на себя то одежды либерального современного государства то ржавые какие-то там доспехи российской империи ну вот красный флаг там себе там единороссы намотали понимаешь ли или гимн советского союза вернули то есть это был абсолютно постмодернистский просто такой циничный из лоскутов сшитый ну франкенштейн такой понимает себя да какой-то и жуткий да который цинично и нагло использовался транснациональным капиталом не знаю там всемирным масонством да чертом лысым каждым жуликом и вором который которому достаточно было просто вступить в единую россию и там или еще поклясся верности кому-то там наверху и сказать с такими стеклянными глазами что любит россию и при этом он может быть израильским гражданином там каймановых островов кем угодно понимаешь что у тебя за россия такая у тебя вот глава израильской разведки на тип яков кадми учит нас родину любить понимаешь он даже не просто иностранный агент он тут кто руководит иностранными агентами другого государства человек получающий пенсию израильского генерала действующий выступает на главном пропагандистском шоу страны и учит как нам любить россию и какие нам стратегии применять я точно знаю что многие силовики фсбшники там армейского какой умный мужик но не даром он вам израиль он такая страна там всех победила вот на пану и и нас любят патриот россии наверно да я не сомневаюсь что яков кедми достойный и умный человек но любит он свою родину и израиль здесь он действует в рамках некого алгоритма по манипуляции сознания поэтому и это его полное право другое дело что мы кто такие русские что такое россия вопрос важный я короче считаю что вы сейчас группа который я условно называю группу путина патрушева взялась за концептуализацию вот этого недоделанного лоскутного одеяла и превращение в нечто то с чем будут считаться те силы на которые опирается любое любая политическая субъектность под названием государства это прежде всего консолидация правящей элиты это нет точнее так прежде всего это статус в мировом концерте держав скажем так либо ты изгой либо ты равный партнер либо ты он фантерибль либо ты бандит которого боятся в любом случае понятно обретение статуса никакого статуса российской федерации не было до начала специальной операции второе это конечно чистые консолидации правящей верхушки одних запугать других вытянет как бы вытолкнуть третьих и изолировать четвертых приблизить и наградить и третье это залезть в мозги народа которые привык уже там внизу пастись как сказано у пушкина паситесь мирные народы влезть в него и не немножечко добавить ему бодрости и того что называется патриотизм то есть привязать его к тому мифу власти которые это правящая группа конституризирует и актуализирует а вот ты сказал миф прости пожалуйста мне кажется это очень существенный момент нам же сейчас вот в последний месяц какие мифы предлагались хтонической норы народа бурундука питающегося грибами и кореньями миф народа это вообще не миф миф народа это просто метафора проханова бурундук там он или титан прометеи это не имеет значения звучит как государство это совокупность разных факторов которые сходятся в одном во времени и пространстве силы гордыни покорности рентабельности и много чего другого это не просто идея а это идея который воплощается еще самыми разными факторами в реальности поэтому да сейчас есть попытка строительства новой российской империи 21 века она идет при очевидном конъюнктурном благожелательном отношении со стороны мировых центров силы сша и китай в первую очередь которые заинтересованы в том чтобы российская империя евразийская некая держава которая как бы ляжет в центре северо-восточной центральной и северной евразии как бы разорвала с одной стороны была ну каждого свои интересы там для китая это союзник партнер и возможность развития экономического еще какого-то военного прикрывает тыл для американцев это то что уничтожит гордыню европейского союза и развалит европейские союзы главный конкурент америки внутри запада это естественно европейский союз миссия путинской россии который о которой попросил я думаю президент джо байдена владимиру путина сделать так чтобы европейский союз больше никогда не был едином не поднялся желательно раскололся и в общем испытывал такие проблемы при которых он должен был бы либо ползти на коленях вашингтон и умолять о том чтобы дядя джо взял под свое крыло либо расколоться и идти своим путем отдельно франция отдельно германия там отдельно англия отдельно италия ну и так далее так далее так далее а какое нам вознаграждение предусмотрено за раскол европейского союза американские санкции какой-то странный договор ты не находишь российская империя это огромное вознаграждение группе путин и паттершил поскольку это доступ к огромным богатствам контроль над ними фактически им отдали среднюю азию россии россия становится империи за счет азии подчиняя себе азию эксплуатируя азию россии становится империи в этой стоит с точки зрения мне понятно иммиграционная политика привязывание экономическая привязка к российской экономике миллионов жителей средней азии и январьские события в казахстане и наличие значит военного и военно-политического присутствия в таджикистане и и так далее понятно и это все и уход американцев из афганистана чтобы избежать столкновения понимаете с россией например прямого столкновения военного россия должна выйти на амударью и должна выйти на хайратон хайратон это пункт на границе с афганистаном да не естественно не как государство никто не будет ставить под сомнение суверенитет узбекистана таджикистана других среднеазиатских государств но безусловно они должны признать определенный вассалитет над собой они должны стать вассалами условно говоря новой возрождающейся империи и они кстати не возражают потому что россия держит своих руках коммуникации торговый как мы видим несмотря на все войны и спецоперации газ идет никель идет в европу титан идет уран из той же самой азии из казахстана и кыргызстана и таджикистана во францию через россию идет в общем это прекрасный как бы обмен россия получает статус понятный зона владения влияния и роста политического в обмен на у насекомливание европейского союза не заключение принципиального военного договора с китаем что и не выгодно россии если россия имеет собственную субъектность с опорой на понятную территорию то договор военный с китаем не нужен а торговый договор всем интересного но американцев 7 из девятого года стратегический договор с китаем благодаря которым китай превратился во второй центр силы это умная и сильная стратегия почему европейский союз постигла такая судьба и она неизбежна для европейского союза ну потому что внутри запада всегда была конкуренция континентальной европы и шире англосаксонского мира контролирующего моря и еще более как бы если посмотреть европы и с и америки средние штаты америки строились как антиевропа настроил защиту тех тех людей которых европа из себя выталкивала ментально религиозно экономически политически которые находили новую родину по ту сторону океана абсолютно шатах америки а ментально имея связи со своей старой родины эти связи в основном за счет претензий на старой родине притесняли евреев притесняли протестантов царствует антихристов папа я не знаю ну масса претензий там гитлеры живут наполеоны и в общем казаки и николай второй и коммунизм это все там на старой родине в европе а в америке ничего этого нет там конечно есть свои чудаковатые странности но в целом град на холме держится под контролем масонов и протестантов евангелистов очень даже стабильно четко и жестко а евреи играют очень важную роль но вспомогательную их не допускают к рычагам управления американской империи в целом но хотя они играют очень важную роль даны хасиды и не хасиды и журналистике финансовых институтах но не в политических ключевых центрах поэтому понятно что и как в этом мире такой шанс конечно грешно путину не использовать этот шанс вводит его в историю делает его реально если у него все получится восстанавливая восстановителем империи которые заинтересованы оба мировых центра силы сша китай да и помимо них заинтересованы другие мировые игроки такие как индия бразилия там юар индонезия потому что однополярный мир рушится америка не могла ответить не могла держать весь мир под собой не могла быть мировым жандарм не могла байден очень умный и тонкий человек и он прекрасно решился на вот эти действия два полюса вашингтон китай могут привести глобальной войне гибели всего человечества это конфронтация разворачивается между двумя полюсами возникает напряжение три полюса это уже переход в китайскую третичную логику когда уже есть возможность игры динамики стабильно о чем девятого говорит а если есть три главных полюса да андрей петрович об этом постоянно говорит я всем рекомендую читать и слушать андрей петрович девятого умнейшего и тончайшего стратега небо политика небо политика нашей эпохи а плюс к этому есть еще помимо трех основных центров силы недаром байден сказал что в мире есть только три политика это он путин и си цзиньпин серьезных да есть еще как я сказал региональная индия там индонезия пакистан страны обладающие ядерным оружием израиль в конце концов турция и много много чего другое мир вернулся в эпоху империализма в какой-то мере феодализма или даже до феодализма имперских таких отношений рима парфи карфагена и безусловно демократические права и свободы это то что мешает господам осуществлять эти свои имперские планы реализовывать свою гордыню которая на мой взгляд имеет сатанинское вполне происхождение так как каждая гордыня власти как мы помним и из евангелия где сатана пообещал христу власть над всеми царями земли тот кто может давать власть над царями тот повелевает царями правда ведь правда и коран где сказано мы поставили в селениях правителей преступниками между вами дабы они интриговали против вас ну так что да и отношения давида и саула из ветхого завета монотеистического еврейского значит мы прекрасно помним поэтому в истории нет блага в ней нет и не может быть блага и в ней нет смерти а в ней нет ни облака ни дождя в истории в ней есть только человек который должен отвечать за себя за свою совесть и за свою этику бог реально умер нитши правильно сказал умер не тот истинный бог которого вы можете верить или не верить дорогие зрители это ваше личное право тот бог не может умереть потому что он не познаваем и никакие категории его и никакие аспекты его не описываем человеческой логикой а бог человеческий который дештальт бога я так просто примитивно интерпретирую нитши для наших зрителей который был в сознании людей многих многие века который оправдывал действия правителей который сдерживал народы он умер он умер но и сейчас мы живем в мире после смерти бога в котором ссылки на бога или там на что-то еще ну является просто политтехнологиями по большому счету а так это мир который основан на хитрости на силе на гордыне и надо отдать себе отчет в этой реальности раз уж ты вспомнил нитши процитирую его он как-то говорил что государством называется самое холодное всех холодных чудовищ холодно лжет она и ложь это змеица из уст его я государство есть им народ скажи мне пожалуйста вот ты сейчас нарисовал такую геополитическую схему не нарисовал обрисовал вернее прости пожалуйста выражусь корректнее вот что насчет общественного запроса как народ видит будущее устройство россии вот в начале в конце вернее девяностых был ощутимый запрос на сильную руку я это очень хорошо помню а сейчас похоже актуализируются совершенно другие запросы на эмпатию на справедливость на большую социальность государства скажи пожалуйста в кремле этот запрос ощущают вот теория маркетинга нам говорит что если не учитываешь запросы рынка до добра это не доведет а вот ту картинку которую ты нарисовал она абсолютно имперская опять плевали они на общественное мнение и они понимают что никакого восстания от этого подавленного населения ждать не приходится россии единственная территория постсоветского пространства которая была готова к восстанию к активным действиям это украина украина ее проблема не в том что там нацистов власти а там они конечно присутствуют как и либералы как и международный там не не знаю транснациональный космополитический спекулятивный капитал проблема украинства в том что украинство выросло из казацтва а казацтва казачья идея она сама по себе народно-демократическая основанная на принципе вооруженного народа и готовности народа к майдану к восстанию это угроза это это угроза потому что майдан может быть как против левых так и против правых украина сражалась и против царизма и против белых и против красных черные знамены впереди полков берегись буденный батькина клинков то что украинцев удалось загнать в эту идею мещанско пошлую идею стать частью европы это большая удача для правящей верхушки поскольку это гибель украинской идеи казацкой идеи только казак не может стать купчишкой это противоречит духу казацтва который так ясно и четко описан тарас бульбой казак для того чтобы давать деньги в рост спекулировать и и думать о деньгах есть вот там у них евреи были там ну они грубо названы ждали в тарасе бульбе у гоголя но в общем это люди которым было поручено заниматься деньгами а тарас и его сподвижники они там жили страстями войной влюблялись в полячек гибли предавали там падали от рук отца но это как бы судьба была совсем другая свободных людей это угроза и ликвидация украинского самосознания казачьего самосознания превращение украинцев в безморно покорный глубинный народ которым очень легко управлять и манипулировать с помощью ток-шоу это конечно большая удача я считаю что первым актом это было вот стремление украины в европу то есть станем частью европы из и и заживем супер как живут наши богатые на конче заспиль а для этого надо там язык украинский там от империи российской отделиться москальскую мову прессануть там мы культура мы ц европа в это начало было смерти как бы украины окончание это уже вот то что фактически их отдали на растерзание и на раздел мы наблюдаем очередной раздел речи посполитой по большому счету но только речь посполитов восстановится за счет западной украины которую польша под себя подгребет не включить состав польской республики естественно а создаст как украина она создаст союз там с польшей и так далее ну а восток украины и юг скорее всего возьмет под себя москва то есть царство московское возрождающаяся евразийская империя империя чингисхана как угодно ее назови российская империя улуз джучи например андрей петрович девятов улуз джучи имеет знать но только это не совсем так андрей петрович девятов он считает что то что сейчас происходит это промежуточная звена а дальше за счет роста тюркского самосознания евразийского подлинного тут у него есть некое своего рода метафорическое такое романтизм я бы так сказал мол якобы еса 21 века то есть закон чингисхана восторжествует идея красивая но на мой взгляд а оснований для нее не шибко не шибко а разве эти пять ес чингисхана они не вплетены генотип русского народа справедливость выше закона общее выше частного служение выше владения нет ни генотипа ни русского ни немецкого ни польского народа нет а оставим не точные слова которые путают наших зрителей и нас самих у народов есть генотипы которые влияют на фенотипические какие-то черты вот допустим то что ты не чернокожий африканец говорит о том что твои предки не были африканцы нет правильнее сказать что в менталитет народу но я специально усилил свой тезис мне кажется это уже на генном уровне и не имеет значения не имеет вот мы вернемся к началу вопроса общественное мнение власть не интересует власть обладает такими рычагами превосходства и такими рычагами давления на массовое сознание которыми она никогда в истории не обладала разве что в истории раннего средневековья когда с помощью попов попов церкви господа держали крестьяна в порабощении и в такому в смирении но потом попы как говорится сами конфликтовали с господами и становились источником революционных настроений затевая то реформацию там то революцию как известно все документы французской революции написаны аббатом сиесом попов все конституции якобинские и не якобинские а членами якобинского клуба был и архиепископ парижский там и толеран был архиепископом тоже много чего было но не будем туда углубляться короче их сейчас вообще не интересует общественное мнение их интересует только межэлитные расклады расклады группировок и статус в мировом пространстве не сделали ставку на военную силу и от достижения победы или не достижения победы на поле боя зависит все остальное что при этом думают жители ярославской владимирской или красноярской области к совершенно не волнует поскольку все возможности вывода людей на улицу погашены и контролируются спецслужбами все медийные ресурсы мало-мальски альтернативные или разрушены и уничтожены либо взяты контроль главтема народ пока еще держится и работает но видимо это ненадолго до блокировки ютуба они просто знают что за нами нет никаких организаций серьезных больших понимаешь и мы не стоим никаких задач там дестабилизации ситуации а сидят философы разговаривают и думают то ли дождь смерть облака то ли облако жизнь дождя понимаешь вот ну это как говорится интересно даже можно послушать там товарищ генерал-майор может сядет и послушать нас с тобой скоро какие там молодцы ну ладно давайте дальше вот а дальше что а дальше это понятно в ходе спецоперации вырабатывается новая элита военная опирающаяся на войну на военные достижения сотни людей награждаются орденами медалями становятся героями это новые кадры элиты причем кадры законопослушные кадры имеющие и иерархию в своем сознании выработанную со времен военного училища или со времен службы в армии то идеальная имперская элита имперская империя опирается на армию на силу понимаешь абсолютно то что они делают они делают осознанно и в общем не встречая серьезного сопротивления кроме как в мариуполе и в волновахи ты знаешь а вот раз уж мы упомянули блокировку ютуба это конечно большое горе будет для всей страны на поводом для него послужил блокировка гуглом канала госдумы представляешь какой ужас мы сейчас все лишимся возможности наблюдать эти заседания где там все в едином порыве голосуют за спущены им сверху законопроекта но ведь если говорить серьезно youtube это не только навальный гордон или там какие-то каналы оппозиционная популярная политика это детские мультфильмы это ну такой контент для жизни это музыка это кино вот когда мы блокируем youtube мы же ведь подтверждаем тезисы врагов что сейчас россия это две трубы газообразного и жидкого контента плюс дебилизации невротизации населения зачем это делать это же не умно мир весь мир такой дебилизация населения это весь мир просто россия является фронтменом как бы как бы лидером в некоторых вопросах на россии всегда ставятся эксперименты социальные информационные и так далее поэтому я не знаю что тут ну закроют youtube ну и что главное бессмертную душу саш никому не продавай если к тебе подойдет черный пудель подбежит на улице не приглашай его в дом мой тебе совет а все остальное знаешь ли ну youtube закроет слушай андрею платонову было легче однако писал человек писал понимаешь в стол а другим там анне ахматовы осипу мандельштаму что нам жаловаться на жизнь цвета и у нас черные вороны по улице не гремят по ночам понимаешь и набутовский полигон и сказал что пока 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 не свозят тысячами людей и с дыркой в голове понимаешь поэтому не надо жаловаться на жизнь youtube это всего-навсего комфортная жизнь от комфорта никто нас пока не лишает комфорта никакого террора внутри страны нету как бы об этом не кричали потому что реально власть действует очень минималистическими оперативными такими действиями потом она не едино она построена как реальная имперская власть на противоречии силовых групп первой службы со второй службы конкурирует армия там с фсб росгвардия с армии с фсб силовые структуры там не знаю финансовые структуры там до которые побежали правда кудрин в израиле уехал как караулу как было сказано на выход гражданство получать израильское ну в общем понимаешь разные силы которые между собой конкурируют под солнцеподобным императором книга пелевина как она неугасимое солнце она очень актуальна как никогда как и вообще виктор пелевин всегда пишет и непонятно как непонятно джуанзы снится бабочки или бабочка снится джуанзы непонятно то ли пелевин нас описывает то ли мы живем в описанном пелевином мире понимаешь но в общем это правильно писатель актуальной эпохи он должен быть философом и мыслителем поэтому я не думаю что это какая-то вообще трагическая проблема ну закроют youtube первых им это не выгодно закрывать youtube не выгодно это шантаж гугла гугл тоже не хочет создавать такой прецедент понимаешь закрытию ютуба то что закрыли канал госдумы но наверняка не нарушили какие-то правила ютуба собственно говоря вот мы же с тобой знаем правила ютуба не просто знаем а испытали их на собственной шкуре мне три страйка прилетала нельзя призывать там красовой или иной сегрегации в ютубе а депутат выступает и не думает выступает как быть миша делягин говорит вдарим по боку ядерными ракетами с точки зрения ютуба это пол для блокировки понимаешь межнациональная рознь призыва к войне это прямо нарушает правила ютуба конечно тут есть момент который очень важен социальные сети живут как глобальные транснациональные коммерческие проекты которые регулируются клубными своими правилами это когда мы вот в москве приходим в клуб да ну какой-нибудь там ладно там в абсолютно мирный клуб без всякого разврата ну допустим тебе говорят там при входе ну или хорошо не в москве в лондоне те говорят знаете у нас клубе не курят у нас клубе не разговаривать с незнакомыми людьми таковы правила клубы и в наш клуб вход только в галстук ты же не возражаешь правда у тебя решение не идти в этот клуб или идти туда вот они создали такие же клубные правила и много было попыток заставить клубы подчиняться каким-то другим нормам он говорят ну извините это частные сообщества которые вы можете не заключать контракт с ютубом если вам не нравятся правила ютуба но понятно что это переросло формат просто клубов до каких-то элитных это глобальная сеть глобальные клубные отношения которые влияют на доход жизнь сознания миллиардов людей которые при этом не подчиняются никаким государством понятно что государства хотят установить контроль над ними если они могут закрыть там аккаунт президента действующие во время выборов потому что он им не нравится альтернативы нету никак кстати обрати внимание о блокировке ютуба заговорил мид как будто речь идет о взаимоотношениях с каким-то государством а гугл по капитализации вполне себе государство она крупнее чем вся российская экономика поверь американцы тоже с удовольствием белый дом заблокировал youtube он с удовольствием то что в ютубе белый дом несут как-то по кочкам и разматывают как говорится его кишки понимаешь там по веткам особенно когда хозяином белого дома был трамп да мы же все помним как неважно кто просто всякий начальник раздражается на независимое мнение свободное в этом суть природы любого начальства но в белый дом не может сказать закроем youtube потому что в америке общественное мнение в чат россии имеет значение там ах так трамп сразу выйдет как видите какая тварь этот байден он хочет там youtube закрыть мерзавец какой хочет наши американские свободы плюнуть на могилу джефферсона и медисона там с адамсом и франклином понимаете и скажут о да все так байдена байден вниз там понимаешь а в россии общественного мнения нету никто так не выйдет ну выйдет там яшин там ну не за там еще кто то ну и что ха-ха-ха путин даже не почешется по этому поводу власть его не зависит не от электоральных процедур не от общественного мнения поэтому они как бы в россии репетируют можно ли закрыть поэтому и мид это говорит а там коммерческих подоплек нет никаких случайно мы с тобой это как-то обсуждали мерческие есть это связанное потому что новый феодализм новое средневековье оно опирается на финансовые потоки на способ зарабатывания денег они там да и то средневековье тоже знаешь там у феодалов рыцарские правила честь и так далее но спекульнуть землей ни один феодал не упустил бы возможность там или там каким-нибудь там я не знаю кушниной например или что-нибудь такое поэтому проблем то нету надо трезво и рационально смотреть на реальность не в ютубе дело дело в том что мир как бы огромный трансформер перестраивается я на стороне человека я на стороне человека вот интересный фактор такой вот я купил эту книжечку не знаю получится там мартин хайдеггер и евреи донателло дичезаре по страницам черных тетрадей очень интересная книжечка она посвящена не вопросу там антисемитизма хайдеггера или не антисемитизма а на самом деле из нее вытекает главный философский вопрос хайдеггер был членом нацистской партии с 33 по 45 год то есть если бы нацисты не потерпели поражение он оставался бы членом нацистской партии хайдеггер никогда публично не осуждал нацизм не отрекался от него а дальше вопрос важный для философии а нацизм это безусловно плохо это безусловно чудовищно хайдеггер величайший философ двадцатого века ну наряду там с фитгенштейном там бодрияром и другими но хайдеггер возвышается как глыбы над ними над всеми стало быть философ если хайдеггер был нацистом из конъюнктурных соображений тогда он хреновый философ потому что философ не может быть конъюнктурщиком в своих взглядах да тогда это вызывает недоверие к его философии если хайдеггер был нацистом исходя из своих взглядов как следует из черных тетрадей опубликованных не так давно только то тогда он хороший философ но тогда его философия нуждается в переосмыслении в ином взгляде на нее или нацизм нуждается в ином взгляде на него короче вопросы рождаются страшные вопросы рождаются жуткими но для меня тут главное не хайдеггер даже не евреи не антисемитизм хотя это все конечно важные темы существенные мы безусловно осуждаем нацизм и все такое для меня важно совпадение человека с эпох для меня важно что даже человек с его заблуждениями страшными трагическими ошибками гораздо важнее чем все государства на земле вместе взятые но для этого человек должен совершить ошибку такого масштаба трагическую да как хайдеггер да которая заставила бы нас думать об этом и личность его должна быть такой поэтому я стою не на стороне там каких-то россии сша там свободы права человек как личность человек бросивший вызов богу человек сказавший что бог сидевший в голове умер или как пишет великий наш современник михаил елизаров в одной своей песне а сатану просто взял и выдумал бог который сидит в пруду понимаешь вот осознание этого вопроса во первых приведет тебя к пониманию истинного бога который находится вне категорий и вне как говорится всех этих аспектов а во вторых поставит вопрос о роли человека о роли личности в истории больше уже невозможно прятаться за партиями и за идеи идеи все мысли перебраны пауза беседе партии ничто просто шелуха какая-то человек его личная ответственность вот что является проблемой власти имущие собор властителей мира главные свои задачи ставлю у насекомливания не только европа как я сказал или там чего-то еще но и человека как такового 21 век закончится тем что о правах и свободах личности и вообще о личности вы дорогие зрители ваши внуки могут забыть и читать только как о каких-то средневековых там древних мифах и исторических реалиях это задача того что происходит в современном мире им не надо чтобы человек индивидуально сопротивлялся могучей тотальной власти капитала насилия информационного общества и так далее так далее так далее что является опорой человека я лично считаю только монотеизм почему это наверное тема другого разговора мы с тобой скомкали как-то эту беседу в нашем прошлом эфире но я надеюсь мы к ней вернемся еще раз скажи пожалуйста ты вот сказал одну очень интересную с моей точки зрения вещь которую нужно так покрутить и обсудить ты сказал что в огне вот этой спецоперации в украине формируется новая имперская военная элита но на днях было опубликовано обращение полковника к вачкова владимира васильевича к офицерам генерального штаба он там но в нем критикует военную разведку критикует свр и вот это вот заявление к вачкова подтверждает мои личные опасения о том что спецоперация может затянуться помнишь свое время наполеон напутствует направляя ларистона графа ларистона вставку михаила кутузова сказал ему привезите мне мир любой ценой спасите только честь как ты думаешь вот по мере затягивания спецоперации эта ситуация случайно не повторится но только уже в новых исторических декорациях несколько пунктов владимир васильевич ковачков я очень хорошо знаю лично и очень люблю очень уважаю это дон кихот письмо дон кихота к испанской аристократии испанская аристократия при всей моей огромной личной любви человеческой к владимир васильевич ковачкову всерьез воспринимать не будет испанская аристократия как мы помним из бессмертного романа сервантеса воспринимала дон кихота как смешного чудака со всеми его санчо пансами которые вокруг него крутятся владимир васильевич смотрит главтему не дай бог обидится это порядочный человек и настоящий офицер владимир васильевич ковачков вы настоящий рыцарь настоящий я так дон кихоту отношусь серьезно я считаю что да это романтический призыв дон кихота ковачков этот дон кихот но это дон кихот которого не может услышать те кому надрисуется как умирающий дон кихот помнишь в конце романа там ползет а над ним смеются и дальгу смеются которые более прагматичны более современные а он находится там в эпоху рыцарьских романов поэтому ковачков это не новая военная элита это старая военная элита ковачков это старая элита которая росла в афгане закалялась в чечне а сейчас как говорится пытается он и вошел это ста это люди с высоким уровнем достоинства человечества благородные люди но они уже из предыдущей эпохи все сейчас новая эпоха вот эти ребята которых там в мариуполе где-то еще награждают да вот я каждый день читаю там вот какого-то бурята десантника наградили сегодня вот это новое поколение которое да они с уважением будут относиться к в очкову не будут репрессировать он для них свой голубые береты легенда в дв там и так далее но какое отношение имеют те конкретные их личные цели задачи которые они перед собой ставят и опасения по этому поводу славного заслуженного героического дон кихота владимира клачкова это первый пункт второй пункт спецоперации это цель потому что вот еще раз никто не нет есть две партии первая партия которую хочет ее завершения точнее не завершения как бы затухания разжигания затухания разжигания чтобы использовать как способ торговли фронтменами этой партии является песков мединский условно говоря не лидерами а фронтмен разве они недоверенные лица президента правильно это левая рука владимир владимировича путина императора правая же рука императора хочет войны бесконечной потому что война для них это источник да это риск смерти для солдата всегда риск смерти на войне но это награды социальный рост грабеж и так далее и так далее все что являлось для участников столетней войны источником риска но и вместе с тем обогащение солдат живет войной население страдает население гибнет умирает корчится в муках население постигает чума грабеж насилия а у ланскнектов и кондотьеров это наоборот вызывает воодушевление и оживление при условии что они побеждают пока мы видим российская армия пуляет с эскандерами каждый день и в общем там с калибрами я обладает огромным преимуществом перед ними лежит богатая огромная территория которая полна там не знаю нацистами реальными и нереальными нацистами зачем-то во всех в нацистов записали все в ссу ну так надо я так так понимаю но с другой стороны кто-то невидимый расчетливо поставляет украине вооружение стремясь затянуть этот конфликт это выгодно русский рубит русских конечно это выгодно это прекрасно сейчас будет прекращение понятно что к 9 мая хочется как бы достичь результата ну вот мариуполь взять да не получилось харьков с киевом в мариуполь вполне можно представить а вдруг там в подвалах мариуполя правда этот бернар анри льви сделал такую глупость чтобы поехал в мариуполь и там блокирован там по крайней мере точно как говорит разведка самых разных стран там возможно вероятно несколько высокопоставленных иностранных советников в том числе французы то ли генерал то ли полковник сидят в азов стали и думают как бы оттуда выбраться поэтому макрон туда и пытался послать корабль чтобы как сказать вывести беженцев не про жителей мариуполя шла речь а про тех высокопоставленных французов которые там находятся если сейчас в ходе до второго выбора во франции до второго тура выбор выяснится что там какой-нибудь генерал или бернар льви слушай а моя вина перед зрителями я там не воспользовался мостиком когда ты говорил про евросоюз и не попросил тебе сказать пару слов о французских выборах мне кажется вот но выборы во франции понятно макрон или пен если вдруг на самом деле такой фарт путину выпал и бернар льви оказался таким дебилом и кретином что из одессы где он там гулял с нациками из азова поехал как бы в мариуполь и там сидит в подвале грызя ногти и думаю как бы ему выбраться в прекрасный париж то конечно грех не воспользоваться таким фартом понимаешь мне об этом прямо говорил пламен пасков он сказал что там находятся некие важные персоны поэтому штурм оставшихся очагов сопротивления не форсируется и хотят взять живыми все бои за мариуполь стоят с точки зрения логистики войны спецоперации просто выделки самый тонкий самый изысканный и так далее и понятно что желательно это до 9 мая понимаешь таким триумфом проехаться по крайней площади а андре леви провести как виценгиторикса за колесницей связанного и еще придушить около мавзолея напротив мавзолея как виценгиторикса придушил мы не перебарщиваем с имперскими символами я вот думаю сижу нет это все имперские символы они являются так или иначе ретроспекции рима времен упадка максим леонардович времен упадка мне кажется вот все хотят подражать только ей всем слышится там шаги десятого легиона и пришел увидел победил цезаря это как говорится на веки вечная мечта любого так написать такую докладную записочку понимаешь там помпею который ждет твоего доклада где-нибудь в на фрунзенской набережной лишь иметь такое поэтому да это так и есть но надо называть вещи своими именами это спецоперации на годы у меня такое же ощущение знаешь даже из других соображений вот например среди наших требований к украине фигурирует такое слово нейтралитет в современном мире мне кажется может быть только квази нейтралитет потому что ну вот помнишь бельгия да что ее нейтралитет спас ее от агрессии германии конечно нет потому что ее нейтралитет был про французским а каким будет нейтралитет украины ну понятно же так что же так чего мы тогда от них добиваемся скажи пожалуйста я уже сказал мы добиваемся мы ничего не добиваемся мои цели задачи не совпадают с имперскими то такие мы но хорошо да государство российское что добивается от государства украинского ну захвата наиболее ценных активов чернозем порты черноморские экономическая зона поднепровья или прямого захвата или переход в руки союзников глобальных стратегических партнеров там условно говоря из рук коломойского кругом провинившегося в руки абрамовича кругом подсуетившегося не принявшего участия в переговорах да ну он не подсветился он был делегирован глобальным глобальным капитализмом или как говорит андрей петрович девятов глобальным вечным израилем потому что это собственность вечного израиля это и умань святая хасидская и поднепровья со всеми этими активами плюс соломойский кинул абрамовича в свое время безделки по приватбанку на очень большие деньги и как бы роман аркадьевич хочет получить с игоря вячеславича сатисфакцию максимально большую плюс там еще пинчук участвует во всем этом деле кучма как говорят живет в россии а зять его выступает с идеей там борьбы до до конца и заметь заводы пинчука не подвергаются ракетно-бомбовым ударам в ходе спецоперации хотя это военные заводы на которых ремонтируется военная техника украинской армии я опять увел твое внимание от франции прости пожалуйста ты много интересного говоришь и хочется там и ремарки вставить и что-то уточнить так что чего нам ждать от французских выборов франция но во франции ситуация предреволюционная поскольку возможно макрон и выиграет в итоге выборы но во первых то что ли пен консолидировала достаточно серьезные силы и правы есть у них возможность усилить свою позицию 24 процента до 7 процентов этого еще более крайне право писать или на зэ как его зовут забыл зэмур там еще есть дупон и ньян там и и так далее так далее так далее крайне правы позиция меланшона определяющая жан-люк меланшон который является антиглобалистом левым противником европейского союза ненавистником макрона ненавидит просто он макрона потому что макрону ненавидят смертельной классовой ненависти это именно как классовая ненависть желтые жилеты которые делят на самом деле пропорционально свою ненависть к макрону между левыми и крайне правыми как известно либеральный капитализм омерзительное зло которое угнетает социальные массы и позволяет жиреть буржуазии особенно связываясь с финансовым капиталом он ненавидим этими массами и массы идут в объятия как левых так и правых радикалов но проблема в том что лепен и меланшон не радикалы они вполне респектабельные буржуазные демократические политики которые как говорится вполне хотят играть по правилам и у меланшона у которого 20 с лишним процентов это очень большие цифры очень большие цифры за меланшона желтые жилеты колонии бывшие колонии то есть за океанские территории франции за меланшона безусловно большая часть арабской улицы да и африканской улицы за меланшона предместие так называемый парижа предместие парижа это метафора именно предместие парижа который сейчас является центром его в эпоху французской революции играли главную роль это были наиболее радикальные силы там если меланшон просто вот меланшон сказал я призываю не голосовать за лепена во втором туре вопрос меланшон а ты значит призываешь голосовать за макрона макрона нет и это предательство абсолютно предательство своего электората то есть если меланшон хочет проложить дорогу макрону к президентскому креслу тогда это предательство это ему не простят у меланшона а стратегия тактика даже стратегии сокращается до тактики он должен накалять ситуацию накалять ситуацию он сейчас будет вынужден идти за протестными настроениями улицы париж может покрыться и уже покрывается сетью баррикад реально в париже строить баррикады ночью я не преувеличиваю там какие-то революционные настроения но люди озлоблены и основные классовые бои как раз идут вот там вот в районе саргоны на значит пятого шестого пятый квартал там пятый арендесмол и там центр как бы всего этого находится и поэтому я думаю что если меланшона решится на эскалацию политическую то франция может перейти в режим нового 68 года который привел а напомню к отставке деголя и деголь сумел только за счет референдума отыграть и деголю очень помог тогда советский союз который был заинтересован не в майской революции в париже а в том чтобы деголь старый друг и партнер советского союза сохранял свою власть сейчас нет советского союза россии заинтересована скорее вопрос в том кто что предложит москве и кто что предложит вашингтон дестабилизации франции это распад европейского союза это выгодно это выгодно американцам очень сильно ну если не распад то серьезные проблемы европейского союза поэтому я думаю ситуация во франции она не электоральная она выходит за рамки электоральной ситуации просто простых раскладов процентах она безусловно политическая это ситуация когда воля людей на улицах или в кабинетах если угодно играет серьезное значение вдруг какой-нибудь полк национальной гвардии перейдет на сторону левых если левые затеют массовые протесты допустим меланшон призовет между первым вторым туром ко всеобщей забастовки о это будет очень серьезное событие но если он не призовет если он просто хочет играть по буржуазно-демократическим правилам и просто жить потом в биорице и писать мемуары о том как он как он был левом начале двадцать первого века во франции то тогда он политический труп он находится очень непростой ситуации на ланшон он аккумулирует своих руках огромную энергию протеста 20 процентов это очень много это очень много в ситуации франция если он эти 20 процентов просто пустит коту под хвост и просто будет что-то бормотать про то что я не могу поддержать фашистов но макрон это вот все-таки не фашиста все-таки вот ну конец тогда ему и конец всей этой непокоренной франции она просто встанет на колени и покориться если он займет позицию более жесткую понятно что это его заявление ночное в отношении ли пен это начало такой политической торговли вам много там рамка такая нет фашистов я поддержать не могу но программа ли пен социально политическая хорошо ладно ты не поддержишь фашистов а где гарантия что многие из тех кто голосовал за левых не перейдут на сторону гораздо более радикальный лепен который будет радикализировать свою социальную программу которая будет выступать с позиции анти евро союзовских анти глобалистских и так далее так далее так далее это уже было во франции в эпоху народного фронта когда радикализм как бы масс не уместился не упаковался в значит в народный фронт леона блюма это привело к тому что многие левые даже те кто был в правительстве леона блюма стали потом вишистыми и и как бы радикалами крайне праву но например этот самый министр иностранных дел которую повесили потом как его господи пожимают ну многие там короче фашизм радикальные крайне правые и левые они всегда где-то рядом их их разделяют естественно принципиальные какие-то позиции но в отношении к либеральной буржуазии а они вполне двигаются в одном направлении поэтому радикализация сценарий радикализации ситуации во франции он очень вероятно но учитывая да что гальский петух способен преподносить сюрпризы будем посмотреть ты знаешь я понимаю что мы уже немножечко перебрали со временем поэтому последний вопрос тебе задам глава не европейской дипломатии за 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 баррель на фоне визита в украину сказал что вооруженный конфликт будет выигран на поле боя как-то в невнятно огрызнулся на по сути он сказал следующее воюйте убивайте разрушаете делайте это как можно дольше не скупитесь и не стесняйтесь если что мы рядом только позовите когда наши народы украинский и русский осознает что их использует вот эмоциональный вопрос извини не могу сдержать эмоции народы осознать не способны народы не обладают совокупность людей которых ты называешь романтическим словом народы не обладают таким коллективным инструментом думания с которым может быть связан глагол оса осознать понимаешь народы не обладают сознанием сознанием как способностью рефлексии не бывает коллективной рефлексии И Георгий Петрович Щедроицкий, ученики которого, как говорится, много тут чего сделали, как раз думал над тем, как сделать так, чтобы рефлексия была не индивидуальной, а хотя бы групповой. Но не бывает рефлексии миллионных сообществ под названием народа. Бывает коллективное бессознательное, но коллективного сознательного не бывает. Бессознательное – это не то, что осознается. Я считаю, что народы никогда ничего не могут осознать, это все метафоры романтической эпохи. Осознать могут те, кто становится политическим авангардом своих народов. Те, кто ведут, и этика политического авангарда так или иначе становится этикой народов. Вопрос этики – это вообще главный политический вопрос 21 века. Этика просто в эпоху постмодерна, она несколько отличается от этики эпохи модерна. Этика эпохи модерна становилась тоталитарной, а в эпоху постмодерна тоталитаризм уже, я думаю, практически невозможен. То есть осознанное движение большого количества людей в эпоху единого консолидированного субъекта политического, стоящего на определенных этических, а стало быть, и политических позициях. А что возможно? Мы на эту тему будем думать и философствовать на эту тему. Это важно. Сейчас очень интересно для политической философии эпоха. Поэтому я с симпатией большой отношусь к разного рода мыслителям, даже с тем, к которым я не согласен. И к Александру Геличу Дугину, и к Андрею Петровичу Девятову, и к Александру Андреевичу Проханову, и к Борису Вадимовичу Межуеву, и к тебе, понимаешь? Это важно. Поэтому осознания не будет. Украинцы продали свое первородство. Вместо сечи, о которой мечтают там романтические какие-то люди, они превратились просто в наемников европейского капитала. Поэтому когда приезжает французский буржуа, такой, понимаешь ли, и говорит, что эта война будет вечно на вашей территории. Будем воевать до конца, до последнего украинца. Не, ну что, ну маски сброшены, что я могу сказать? Тут как еще сказать доходчивее? Проблема украинства в том, что то, что они считают целями, задачами, отделение от расистства, от московства, вхождение в семью европейских народов, это ложные цели. И это не квинтэссенция украинской идеи и украинской культуры. Как ни странно, но Нестор Махно анархокоммунизм гораздо большей степени выражал, вообще, на мой взгляд, вне социализма, социализма Грушевского, Вениченко, анархокоммунизм Махно, украинского не существует. Украинство. Как только украинцы отходят от идей социализма, они сразу становятся на позиции лакеев западных оккупантов, как украинство Гетмана Скоропадского. Это было лакейское украинство, как бы держава была, даже участник Брестского мира, украинского, Скоропадского была, но это как бы полностью зависело от немецких оккупантов. Как только немцы ушли, как это прекрасно описано в Белой гвардии, опано, гетманство и развалилось. А украинская идея, она социалистическая и анархокоммунистическая по своей сути. И между ними неизбежно столкновение, как махновцы воевали с петлюровцами тоже потом, потому что она не может быть узконационалистической украинской идеей, она идея казацкая. Поэтому украинцев сегодня как пушечное мясо просто бросают в межимперских раскладах, а потом, когда Украина истечет кровью, сядут те же самые французы с Путиным или с преемниками Путина договариваться и подпишут то, что они назовут новой Ялтой или новым Вестфальским миром. Новые границы, проходящие по обескровленной Украине, по оболваненному и лишенному воле русскому народу, глубинному, состоящему из ветеранов боевых действий, напоминаешь, как активных субъектов будущего. Ну что, это мир, в котором жить придется нашим детям и внукам. Мир же не зависит от нашей воли, это же не фантастическая игра в интернете, это реальность, которая нам навязывает свою реальность. Оставаться надо просто человеком. Ты начал со смерти, и смертью я закончу. Я не знаю, как там между облаком и дождем, и у китайских и вьетнамских мудрецов, а у нас все по-другому. Смерть есть. Смерть есть, сказал Максим Шевченко. Я считаю, это такой брошенной перчаткой. И хочу тебя поймать на слове, что ты мне обещал, по крайней мере, несколько этических и философских эфиров. Я тебя благодарю за... Первый, я считаю, уже первый состоялся. Содержать содержательную беседу, и надеюсь, что мы продолжим, будем в каком-то более или менее регулярном формате эти беседы вести, потому что ты абсолютно прав. Поле Битова сейчас это человек. Геополитика геополитикой, мы ей уделили достаточное внимание, а вот объяснять что-то нашей аудитории. Я понимаю, что нам сегодня прилетит с нашей украинской аудиторией абсолютно точно. Но, друзья, что делать? Давайте вместе разбираться, давайте язык вражды заменять хотя бы на философствование. Только так мы куда-то двинемся из этого тумана войны на какое-то более-менее открытое, ясное и понятное место. Благодарю тебя. Спасибо. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok